Прикоснуться к искусству в прямом смысле слова. В Алматы стартовала выставка «Образ на ощупь». Ребята, которые практически ничего не видят из-за страшной болезни, смогли не только руками оценить чужие работы, но и создать свои. Сегодня был, пожалуй, тут редкий случай, когда в музее имени Костеева трогать экспонаты руками разрешали. Елена Старчак оценила задумку. Громко не разговаривать, руками не трогать. Сегодня этих ограничений в Государственном музее искусств имени Костеева нет. Касаться скульптур не только можно, но и нужно. Ведь впервые в Казахстане произведения искусства стали доступны незрячим и слабовидящим людям. Еще вчера степная кобылица из бронзы томилась в личной коллекции известного скульптора Павла Шорохова. А сегодня ею могут любоваться и даже прикасаться к ней могут сотни рук. Не привыкли к столь вольному обращению и другие экспонаты музея. Чаще их отделяют от публики толстые стекла. Но не сегодня. Иначе слепым не удалось бы понять и обсудить, что же этим творением хотел сказать автор. Данный проект является победителем республиканской ярмарки социальных идей и проектов фонда первого президента, лидера нации Республики Казахстан. Такие проекты за рубежом проводятся часто. И в музейной практике у них есть отдельные выставочные залы для незрячих и слабовидящих. Но, к сожалению, в Казахстане нет таких программ. 11-летняя Тукжан не видит с рождения. Однако вместе с родителями она уже объездила полмира и побывала в самых разных музеях. Говорит, за рубежом тактильных экспонатов, тех, что можно вот так запросто потрогать руками, значительно больше. И это дает море новых впечатлений и волю фантазии. Вам не зря, чем не понять, что мы всегда познаем мир, трогая руками. И мы хотим, чтобы больше было таких музеев в нашей стране. Благодаря проекту «Образ на ощупь» 20 ученикам Алматинской школы для слепых и слабовидящих удалось не только потрогать творения именитых авторов, но и поваять самим. Два месяца дети занимались с известными искусствоведами и скульпторами. Их лучшие работы тоже стали экспонатами выставки. Коснуться удивительных животных и птиц все желающие смогут в музее до конца этого месяца. Елена Старчак, Ерлан Уренбасаров, КТК, Алматы.